Добрый день, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. И сегодня у нас обзор финала Лиги Европы UEFA. Сибилия сегодня играет против Миланского Интера. Финал у нас проходит в Германии. В этом сезоне вот так вот решили. Финал восьми. И вот восемь команд лучших собрались здесь, чтобы доиграть и Лигу Европы, и Лигу Чемпионов Португалии, правда. Поэтому сегодня у нас в финале Лиги Европы встречается Сибилия против Миланского Интера. Сибилия выбила в полуфинале с счетом 2-1 Манчестер Юнайтед, а Интер прошелся катком по единственной команде, которая, ну тоже достойный, мне кажется, результат. Единственная команда из СНГ, которая дошла до полуфинала Еврокубка, это Шахтер. 5-0 Интер разгромил Шахтер, но сегодня мы будем наблюдать за интересным матчем. Сибилия пятикратный обладатель, как нам показали, по футболкам, нашивкам, точнее, на футболках Сибилии. Ну и посмотрим, получится ли сегодня забить Ромео Лукаку. Он очень хорошую серию выдал по забитым голам в Лиге Европы. Уже вроде 10-й либо 11-й матч подряд он забивает в Лиге Европы. Супер, супер, конечно, результаты, но пока что мы видим после розыгрыша мяча с центра поля, начинала именно Сибилия. Итак, Интер с мячом в центре поля на Эриксона. Тоже замечательный результат, мне кажется, для Эриксона. Перешел сразу же из Тоттенхэма в Интер. Опасный, во-первых, удар сейчас. Акцентируем на это внимание. Лотар Мартинес. Один из ключевых игроков, естественно, в нападении Интера в этом сезоне. Вместе с Ромео Лукаку очень хорошо они отыгрывают. Футболистов Интера больше навешивать стараться. А вот Кристиан Эрикссон, он уже штрафной на Асамо. Здесь Ромео Лукаку удар! Васлик потащил. 38-я минута, опасный сразу же момент. И вот второй удар уже от Интера. К перерыву у нас ничья 0-0. Моменты очень хорошие создавал Интер. Но можем отметить со стороны Севильи только хорошее владение мячом и обостряющие моменты. Но вот пока что только два удара со стороны Интера мы увидели в первом тайме. Многосезонной историей и карьерой. На вас подает, но здесь Деврай. И вот она ошибка! И Джордан забивает! Вот она ошибка Интера привела сейчас к тому, что Севилья забивает и выводит вперед Джордан. Вперед испанскую команду. За последние года три подряд Лиги Европы выиграла Севилья. Три подряд Лиги Европы. Это очень, конечно, завораживающий результат. Но все-таки это не переплюнуть. Тоже сделал, во-первых, Мадридский Реал. Три сезона подряд выигрывали Лигу Чемпионов. Тоже было просто невероятно. Ну вот, Хуан Джордан забивает в финале Лиги Европы ворота. Причем хорошей именитой команды Миланского Интера. И пошли небольшие, конечно, перестановки. И Оливера Торреса меняет. Выходит Сусо. Тоже будет интересно на него посмотреть. И вот она, опасный момент. Де Йонг пробивает Ханданович. Спасает. Отличный момент сейчас был у Севильи, чтобы увеличивать свое преимущество. Годин еле-еле накрывал корпусом, пытался сдвинуть, но нет. И вот сейчас вот Мунир сразу же, выйдя на замену, отдает хорошую передачу. Танасусо. Отличный момент. Ханданович потащил. Подача пошла. Но здесь у нас Асамо. Что это сейчас? Спокойно. Вот это вот сейчас пожар был возле ворот Интера. Будет с мячом сейчас. Хорошо убрал. С мячом до сих пор. И Лаутару Мартины. Какой сейчас был момент. Хорошая подача, но нет. Нету гола сейчас. А подача была просто шикарная. В ближний угол, но очень не точно. Вот с этой камерой видно. Обидно, конечно, за Интер. Не реализует свои моменты. А Севилья вот один. И свой единственный момент, так сказать, в начале второго тайма они реализовали. И все. Теперь просто владеет мячом. Отдает на Регулиона. Подача. Но Шкринер выносит. И Васкес. Но Ханданович снова по-капитански прям спасает ворота. 85-я минута. Счет все так же. 1-0. Ну, очень неубедительная игра. Обороны Интера. Хорошая подача сейчас идет на Лаутару Мартины. Сад Кристиана Эриксона. И бежать. Бежать теперь нужно Интеру. И все. Не получилось ничего сделать Интеру после пропущенного мяча от Севильи. Единственные моменты Интер прям опасные такие создавал в первом тайме. Но не удалось реализовать. Два удара у них был один в створ за первый тайм. Севилья ни одного удара не нанесла за весь первый тайм. И вот первым своим ударом во втором тайме они открывают счет. Джордан является автором забитого единственного гола в финале Лиги Европы. Именно у нас. В реальной жизни вы, естественно, знаете. Кто обладатель Лиги Европы. Я пока что нет. Потому что записываю этот финал. И этот обзор, так сказать, заранее. Но все-таки я ставлю на то, что Лигу Европы в этом сезоне выиграет Интер. Я все-таки на это поставлю. Не знаю, как будет. Но команда очень хорошо себя показывает. И вот Эвер Банега. Очень классный игрок. Но все-таки Навас. Навас будет, естественно, поднимать трофей бывший игрок Манчестер Сити. С капитанской повязкой. И Севилья становится очередным обладателем. Лиги Европы. Замечательный трофей. Для Севильи. Они участвовать будут в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Благодаря именно этому завоеванному титулу. И замечательно. Все, бегут теперь игроки Севилья к своим болельщикам. Ну и вот, Севилья наиболее титулованная команда в Лиге Европы. У нее было 5 трофеев. Теперь уже 6-й, как вы понимаете. Она завоевывает. И вот она, замечательная фотография для игроков Севильи на память. Для болельщиков тем более. Фотокарточки можно будет потом коллекционировать. С автографами тоже можно подойти. Но у нас Севилья стала обладателем Лиги Европы. Не знаю, как будет в реальной жизни. Но у нас вот такой интересный получился матч. Ну что же, сейчас на ваших экранах 11 лучших футболистов этого финала Лиги Европы. Ну и лучшим игроком финала Лиги Европы стал Джордан из Севилья с оценкой 8.0. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр, за этот обзор. Что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok